Почему отказалась, но у нас в компьютере стоит отказ и продолжает соревнование только Екатерина Стефаниди. Надеюсь, ее прыжки на 4.81 нам покажут. Ну а тем временем Есимин Джан продолжает бежать ко своей второй золотой медали. Напомнит, кто только что к нам присоединился, что она выиграла бег на 10 тысяч метров и сейчас бежит к своей второй медали на дистанции вдвое короче. А здесь, посмотрите, Тола достала вот этих трех бегуней. Бахту, Твел и Кюйканнин. И сейчас я не могу сказать, кто выиграет серебро. Сейчас борьба за серебряную медаль будет очень и очень интересной. Ну да, тем временем Джан скорость увеличивает и увеличивает. У нее опять 2,57 очередная тысяча метров. 9,1466 после трех тысяч метров у нее. И она очень легко по виду бежит. Бежит в своем темпе, он ее абсолютно устраивает. А это Екатерина Стефанидия, ее вторая попытка на 4,81. Неудачная. Взяла она жесткий шест, пока она ничего не может, не может его согнуть. Может быть нужно было на том прыгать. Не знаю, не знаю, не знаю. Но у нее остается еще одна попытка. В любом случае она уже чемпионка Европы. 4,70 она взяла с первой попытки. Лиза Рыжих взяла 4,70 со второй попытки. И она с серебряной медалью. И третья Ангелика Бэнксон из Швеции с результатом тоже 4,70. Но 4,65, простите, Бэнксон. Ой, какие соревнования были в Чебоксарах, когда был чемпионат России в июне месяце. Кто видел интернет-трансляцию, к сожалению, телевизионной картинки не было, но была интернет-трансляция. Очень советую всем, не только любителям спорта из России, но и из других стран, посмотрите, посмотрите, какая была борьба, как соревновались Анжелика Сидорова и Елена Исенбаева. Вот нам многим это напомнило такое уже легендарное соперничество Феофановой и Исенбаевой 2004 года в Афинах на Олимпийских играх. Когда они загоняли, можно сказать, друг друга все выше, выше, в результате там родился мировой рекорд. И здесь Лена, прыгнув на 4,90, я считаю, что это можно считать сродни и мировому рекорду. Она, кстати, и пробовала 5,07 даже прыгать, и я думаю, что такие попытки еще будут в этом году у нее. Ну, а если учесть, что Лена три года не выступала на соревнованиях, вы знаете, в это время у нее родилась дочка Ева, два годика совсем недавно ей исполнилось, то, конечно, это такой подвиг, небольшой подвиг. Ну и Анжелике Сидорове огромное спасибо за эту красивую борьбу. Лена в Мигзоне благодарила Анжелику за это, говорила, что спасибо огромное за вот это соперничество, которого давно у меня не было уже в России. И вот это соперничество родило такие великолепные результаты. 4,90 и 4,85. И этих двух спортсменок, я считаю, не хватает сейчас вот здесь в секторе, где прыгает Екатерина Стефаниди. Я думаю, что они троем бы здесь показали бы очень интересные результаты, очень высокие результаты. И вот эти зрители, которые присутствуют в трибунах, и вы, наши уважаемые телезрители, я думаю, получили бы удовольствие, ну, несказанное. А у нас здесь... Меньше двух кругов осталось до финиша, на пятерке здесь у женщин. После 4 тысяч 12.16.70 было у Джам. Она пробежала очередную тысячу за 3.02. Немножко упала скорость у нее. Ну, в общем, она уже видит, какое преимущество ей удалось достичь. И сейчас просто надо его, ну, сохранить и спокойно уже закончить бег победительницы. Ну, а здесь у девчонки тоже появилось второе дыхание. Я смотрю, Бахта, Твелл и Кюйкин. Они уже так пободрее бегут и пытаются убежать от девушек, которые их там догнали. Так что борьба вот как раз за серебро и за бронзу здесь будет очень интересное золото. Конечно, мы уже отдаем все Джан. Понятно, что она бежит к своей второй золотой медали. Она большая молодец, большая умница. Пошла на последний круг. И понятно, что она здесь выиграет. А вот эти девушки сейчас будут бороться за две. Вот Твелл пошла. Пошла Твелл. Посмотрите, сейчас Кюйкин... Бахта приняла. Да, Бахта ей не дают. И Кюйкин. Кюйкин сейчас будет гнать весь стадион. Просто она не имеет права сейчас отставать. Она должна выложиться на, не знаю, на 300% сейчас. Потому что стадион просто гонит ее. Она не имеет права сейчас делать ошибку. Но если есть чем бороться. Конечно, сил очень мало. Я боюсь, что сил у нее... Нет, нет. Твелл, смотрите, что творит Твелл. Но Кюйкин не сдается. Она может... Ой, 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 какая жесткая борьба сейчас была здесь. И посмотрите, какую ошибку сделала Бахта. Она просто пропустила Твелл слева по бровке. Да, ну... Это, конечно, даже, мне кажется, это на 5000 не очень-то и похоже, да? Да, да, да. Вот такая борьба, когда там по бровке буквально пытается просочиться одна, потом другая. И они позволяют это сделать. Почти контактная борьба. Посмотрите, как устала Джан. Устала, но такое преимущество. Посмотрите, как умненько она пробежала. Она убежала от них. Они сейчас сокращают очень здорово расстояние, но они ничего не успевают сделать. Посмотрите, как они немного со всеми проиграли. По ходу того, сколько они проигрывали по дистанции. Куйкин четвертая. Это для нее очень хороший результат. Но бороться пока вот с этими девушками, которые впереди, еще очень-очень сложно. Да, ну, Джан, конечно, очень тяжело все-таки. Не проходит это так. Бесследно такие... Такие подвиги.